сейчас дедушка мороз все попробует хорошо вот так убедиться вкусный товар или нет подойдет он детишкам или нет и решит платить за него или нет не вкусные конфеты не нравятся дедушке морозу такие невкусно а что же убежали то дедушку мороза не обслуживаете но я же жду да вот я хочу чтобы меня обслужили что же убежали сказки дедушка мороз хочет купить товар учет приоделся а ты кто что делает что хотим то и делаем не перед тобой отчитываться будем доктоварта продайте дедушки морозу а ты кто кстати подходишь дедушки морозу что ты начинаешь тут предъявлять зачем как так вот так да хочу и делаю проснулся сегодня решил спаре покушать хочешь угощайся желтый толкаешь руками толкать мне не надо не не успокойся толкать мне не надо задержаться захотел 48 часов решил посидеть подумать о своем существовании бытие denis сотрудники магазина видимо более умные чем ты покупателей трогаешь отчет такой буйный-то как так ты вообще кто чтобы не задавать такие вопросы есть ты обычный покупатель я снова разговаривать не хочу есть сотрудник магазина да ты не сотрудник магазина толкачет начинаешь можем еще потолкаться если так хочется зачем ты меня останавливаешь а для чего а я все покушаю голодный сегодня дедушек мороза бески но голодный сегодня я все объяснил уже или тебя с первого раза не доходит по два раза надо повторять я не люблю по сто раз одно и то же говорить что же мне обслуживаете женщина убежали вдвоем на одной кассе не справляются женщина девушка так продайте товар то дедушки морозу и он уйдет ну пойдем еще покушаем увозят смотрите увозят колбаску колбаску носят кто колбасу зале хранит а потом ее увозит кто прячет следы что за негодяи прячут следы правонарушения своего почему колбаску зале хранится а почему не могу а что сюда так сотрудники могут заходить а как это понять можно выйдет отсюда так меня обслужит ваш магазин или нет я купить хотел товар а мне не дают продавать на кассе выйдете так у меня кассир убежал от меня выйдете отсюда нет ну что дедушка мороз дедушки морозу все проходы открыты сегодня и что поэтому нарушаете да пришел сразу убираете колбаску теплит нормально колбаску хранить да не пойду я отсюда пошел отсюда больше своими сотрудниками разговаривать от людей травишь детей травишь а детская просрочка от не травишь никого толкать мне не надо выходим в холодильник материально ответственность что вы толкаете как понять что здесь холодильник не руками трогать не надо и зашли до прилавок вне дорогой мой проход я вижу для работников а как это понять здесь ездить табличку служебное помещение еще за не надо толкать отойдет отсюда да и нам не толкать что-то матерись помоги матча не вижу что толкаете меня брила руками трогать еще руками я трогаешь руками трогаешь слышь чёрками трогаешь ты кто тут есть то руками трогаешь покупатель что хочу трогаю кого-то хочешь трогать хочу трогать дверь хочу трогаю товар хочу пробую а кто запрещал злобежник тронули ну давай тронь я выйдем я отказа что не работают как где-то работу а какая тебе разница ты кто чтобы перестать учить чужое имущество грабеж это стоит что это ничего это пусто это ничего не стоит вы людей травить приходишь ты тут работаешь она продает говно ну что есть вас там выход нет нет есть нет а то мне кажется бабулька ваша грабеж хотела совершить деда мороза обокрась хотела я понял я нажал кнопочку нажали какую-то интересно что же за кнопка там такая волшебная что он за улыбался такая кнопку нажал что же у тебя руки-то трясутся успокойся не нервничай вдох выдох все хорошо товар помял а зачем поделать не курс пойдем к этому спросим клоуну в камуфляже он веселее чем этот а зачем ты трогаешь людей руками то портишь костюмы а клоун в камуфляже сотрудник тухлопритона я так сразу и понял и уходит опять выход в спаре где не зайдешь везде выход написано но что пройти туда не могу почему выход же да почему ну ладно я так открою не ходи говорю почему я выйти хочу из магазина выход там я хочу экстренно эвакуироваться я уже нажал ох сколько мата ох какая красота в спаре у нас спар как не придешь сразу счастье поймает как ты хватает покупатель руками я выйти хочу вы зачем преграждаешь выход выхода да здесь выход денис денис я понимаю что возможно не доучился работаешь спаре охранником я понимаю но не повезло тебе в жизни но вот этот выход считается русский язык подучи открой словарь букварь в и х о д выход а тебе есть чем заняться покупателей трогать я выйти хочу просто я чувствую свежий воздух мне сразу лучше становится рога не трогать меня руками ты меня трогать я выйти хочу из магазина все я отхожу мимо мимо обхожу что ж ты меня не выпускаешь дениска выход там деда мороза сегодня праздничное настроение детишек кормить решил постой две минуты подожди две минуты ну так что здесь выход или нет так вот написано выход или ты тоже читать не научился только хватает руками людей научился я здесь постоять хочу спасибо за совет но я обойдусь без твоих советов постой там люди постой мне не мне здесь нравится может там гбр приехал или росгвардия и нам оттуда думаешь я толкаешь то опять зачем да я выйти хочу из магазина вот выход написано выход это такой какой-то выход служил дядь мне кажется не понимаю что происходит зачем я не выпускаешь удерживаешь но дядя держит толкать мы его сильно не будем а то потом я буду не прав уже дед мороз не хочет новый год приключений на пятую точку пойдем проверим куда они там побежали а колбаска то между прочим друзья с сосисками прямо в зале лежали и ведь знают что нарушают и быстрее убирать сразу но нарушают все равно о друзья свежие помидоры вам на новогодний спал от спара всего-то с плесенью вот такую красоту продают я не знаю что с этим помидором но он скорее мертв чем жив сейчас еще раз пойдем конечно это будет продолжаться вечно пока такие как ты и твой бестолковые дружище здесь работают биба и боба 2 дальше вы сами знаете кто вы что это у нас за колбаска переупаковывать они умеют вот дату изготовления оставлять не умеют никакой информации на колбаске отдать изготовление я не вижу дедушка мороз либо слепой либо товар тухлый я так решил новый год решается дедушка мороз сегодня я решаю что свежая что нет вас никто не снимает вас фиксируют на видео сначала подходят а потом недовольствуются я с тобой больше биба не разговариваю захотелось не так всегда можно вызвать сотрудников полиции наказать негодяя друзья вот одинаковые две колбаски у одной вот такой цвет у другой вот такой цвет 1 вакуумной упаковке 2 в такой так а вот интересно это хранят колбаску прям здесь или убрали в холодильник так и хранят здесь не надо туда заходить да как я должен понять что это холодильник то вы мне объясните не надо мне объяснить я тебе верни на туда и объяснить и кто вообще здесь не нужно ли кто чтобы не запрещать что-то нужно нарушали акцион порядок ты кто охранник охранник где-то бэджик охранник удостоверение то у тебя есть или контролер все штыки наказь есть удостоверение охранник нет них нет есть удостоверение охранники сạnh판 карна книжка есть возможно есть уjutли пожалуйста ты мне объяснил есть устаере我们上以后 или контролеров надо меня просить я отклоняю твою просьбу это прошел я у тебя спрашиваю достоверение Удостоверение есть? Ты можешь подтвердить, что сотрудник охраны? Да. Подтверждай. Я отойду, ты подтверждаешь, что сотрудник охраны? Нет, нет, нет. Выйди, пожалуйста. Ты будешь подтверждать или нет? Сейчас. Выйди. Подтверди. Что мне тут? Я спрашиваю, клоун человек или сотрудник охраны? Удостоверение он не хочет предъявлять. Бейджика у него нет, формы тоже нет. Или это что? Незаконная охранная деятельность? Удостоверение отказывается показывать покупателя? Ты не можешь сюда пройти. Едет удостоверение это. Ты-то кто? Что-то, правда, выйди отсюда. Что-то? Смотри, ты творишь, выйди. Ты что творишь-то? Выдирай. Гурачок, что ли? Ну, выйди отсюда. Ты что не толкаешь? Ну, выйди, что ты? Что ты, выйди отсюда? Что-то толкаешь? Выйди, прощай, червот нарушитель. Что случилось? Ну что, может, не торопись? Некачественный товар, задержать меня пытаются. Ломают тут все. Рыдет, рулет. Вы сейчас видели применение физической силы? Вы сейчас хотите по поводу заявления писать? Или что? Вы сейчас видели применение физической силы или нет? Вопрос конкретный, да, либо нет? Кто кому применял, я не видел. А, не видели? Кто кому применял? Он ко мне. Дедушке Морозов. Да ты сюда ломишься. Видели ли нет применение физической силы? Я спрашиваю. Я говорю, сейчас тогда будем вызывать участковых. У кого? Вопрос. У вас есть претензии? Вопрос конкретный, видели или нет? Я задаю конкретный вопрос, закрытый. Да, либо нет. Я сказал, покосовку видел. А кто начал, кто провоцировал, я не видел. Так, и что будет идёт от ситуации? Мы сейчас будем вызывать участкового. Магазин, вы кто? Представитель Росгвардии. Удостоверение можно? Да, пожалуйста. Какие претензии? Но магазин вас вызвал, у него претензии, не у меня. Так, Моисеев Андрей Сергеевич, старшина полиции. Вижу. Хричать нельзя. Что говорите? Чуть динамы. Кто сказал? Я на вас. Вы меня обманываете. Уровень шума не нарушаю. Снимите, пожалуйста, Боря. Не могу снять. Моя. Представители снимают, продукцию испорчена. И человек, одетший в форме Деда Мороза, устроил потасовку между посетителем. А, я устроил. Не вы. Человек, одетший в форме Деда Мороза, устроил потасовку. Я такое видел. Потасовку между Деда Морозом и работниками Деда Мороза. Деда Мороза, где-то в магазине. Деда Мороза обижать пытаются. Ну как, ты попарался. Представьтесь, пожалуйста. Артем. Да. Деда Мороза, Артем. Артем. Да. Ждем ссору. Сейчас прибудет сотрудники полиции. Будем разбираться. Отлично. Ну вот пока я вижу надпись. Выход. Я хочу выйти туда из магазинов. Нет, не надо. Почему? Все здесь. Нет, почему? На месте. А, вы меня задерживаете сейчас? Нет, нет, не буду. Тогда зачем же я вас буду слушаться? Здесь ждем. Я хочу там подождать. На выходе. Сейчас приедет, а потом можете... Не, не. Я пока пойду, похожу по магазину. Хорошо. Вот, возможно, выйду подышать свежим воздухом. Не на улицу. На выход. У выхода подышу свежим воздухом. И ждем полицию. И вот этот красавец пытался схватить Дедушку Мороза. Пытался? Да. Хватать за одежду Дедушку Мороза. Как служебный выход. Да как же это понять? Это там выход. Как прием товара. Это эвакуационный выход, который вы превратили в служебный. Кто сказал? Потому что там написано просто выход. Не служебный выход. А, ты читать не умеешь? Туда ходят только работники магазина. И Дедушка Мороз. Документацию покажи, где это служебный выход. И я тебе поверю. А пока ты негодяй, который пытался схватить Дедушку Мороза и вырвать его имущество. Какое имущество вырвать? Что ты несешь? Одежду Дедушки Мороза. Одежду? Нужна мне даром твоя? Пока твоя... Так нужна, конечно. Я смотрю на твою одежду и понимаю, что моя тебе нужна. Зачем что-то хватало-то? А знаете, почему они так не пускают к себе помещение, которое обозначено как выход? Потому что там еще хранится товар с нарушением. Вот, выход. Я выйти хочу. Не выходи. Документы покажите мне, и я не пойду. Что это действительно служебный, а не эвакуационный выход? Я вот вижу пожар. Я выйти хочу. Нужно лежать никак нельзя. Приеду, задерживай. А, задерживать будете все-таки? Вы же только сказали, что я не задержан. Сейчас можно задерживать. А, будете задерживать. Доставлять в отдел. Нет, сейчас приеду. Вы же не представились. Артем, как же? Документы, пожалуйста, покажите. А еще что мне показать? Все. Пока просят документы. Это я отклоняю вашу просьбу. Хорошо. Так, законное требование. Какое законное требование? Представить документы. На основании. Все же. Что говорите? Вы же просите документы. И что? А, то есть у вас так работает? Баш на баш? Нет. Вы мне предоставляете, я вам предоставляю. Так у нас закон работает. Вы же просите, значит, и сами должны предоставить. Все. Был у нас такой сотрудник полиции, друзья. Кто не видел, ссылка вот здесь есть. Тоже говорил, я же предоставил документы. И ты тоже предоставь. Сейчас он не служит, этот сотрудник полиции, красота. Не надо. Так, выход, покажи мне документы. Я жду, здесь стою. Покажи документы только Дедушке Морозу. Все вчера. Ну, то есть то, что мне выйти не дают из магазина, вам без разницы, да? Так вот, выход. Я здесь хочу выйти. В служебное помещение я не захожу. Или это служебное помещение? Откуда вы это узнали? Что? Смотрите. Я смотрю, выход. Живая рыба и выход вижу надпись. Вы меня обманываете. Я, конечно, понимаю, что вы защищаете вот этот тухлопритон. Но вы меня сейчас обманываете. А? Я не могу, скорее всего, это тухлопритон. Это тухлопритон. Судя по просроченному детскому питанию, на полтора месяца это тухлопритон, а не спар. О, друзья, рыбка вот такая красивая. Надпись, видите? Воззыв, видите? Тухлая рыбка. Какой канал? Артем Вольф. Артем Вольф, да? Да. Друзья, вот мы пришли, взяли, значит, отсюда две просроченные баночки. Здесь оставалось еще третья. Мы приобрели, и третьей баночки нет. То есть они знают, где просрочка, и все равно выставляют, не убирают до последнего. Вот вы понимаете, да, какая наглость? Пришел Дедушка Мороз, сразу колбаску убирают, все убирают, просрочку убирают. А до того, как Дедушка Мороз пришел, ничего не убирали. Так и торговали тухляком. А когда сосиски изготовлены, не подскажете? Чего? Изготовлены когда? Чего? Они сосиски, они распасованы просто. Как узнать, когда они изготовлены? Простой вопрос покупателя. Так это другая упаковка. Какая другая? Мясные сосиски. Так у вас их столько тут. Одни могут быть до 20-го года, другие до 23-го, 3-е до 22-го. А когда это упаковство вскрыто, тогда скажите? Когда? Есть документация? Какой-то неутвердительный у вас ответ. То ли есть, то ли нет. Нет, я просто не поставил, не успела. А, не успели. Ну а сейчас-то можно ее поставить? Можно. А, то есть можно предыдущим числом ставить маркировку. Вот так и работает спар. А вы сейчас не поставите? Вскрыли не пойми когда? Поставите сейчас дату вскрытия. Логично. Это вообще что? Даты изготовления тоже не вижу. А эти что за сосиски? Эти откуда? Из какой упаковки? Вязанка я вижу. А вязанки не вижу. Есть такой же упаковкой. Ну есть она здесь, вязанка. Нет, мы все выкидываем. Всегда все выкидываете. Ну давайте мне их тогда. Я их себе положу. Сегодня у меня специальная тухлая корзинка. Ну то же самое вскрыто, да? Есть дата изготовления, родная маркировка от производителя. А когда вскрыто, непонятно. Мне кажется, неделю здесь лежат уже. Тоже развакуум. Ну вы видите, нормальная где? И где вот развакуум, да? Тухлая колбаска. То же самое. Никакой даты изготовления. Спар сегодня пробивает очередное дно, друзья. Ну вот от 26-го упакован срок. То, что срок реализации 12 часов, спар решил не указывать на этикеточке. А по закону, по техническому регламенту таможенного союза, 022-2011, каждый упакованный товар должен иметь маркировочку с датой изготовления, сроками годности, условиями хранения. Каждый товар в отсутствии потребителя упакованный. А также должна быть родная маркировка от производителя, которую, как мы поняли, они не сохраняют. На которой уже состав и все остальное указано. О-хо-хо. Упаковано под вакуумом. Вы посмотрите, сколько льда на рыбке. Мне кажется, льда здесь больше, чем рыбы. Само собой, это развакуум. О-о-о, спар. Новые подвиги совершаем. Еще тухлый товар. Рекомендации получаются. Я стою и смотрю, как он. Вот этот товар, да? Да. А, Денис получает рекомендации по телефону. Загружают мозг Денису. Странная рекомендация, конечно. Лучше же извиниться и убрать, согласны друзья. Но в Новый год Дедушку Морозу не любят, не ждут. И поэтому говорят, пусть портят, либо их давайте тут задерживать, пытаться вызывайте полицию. Но не извиниться и убрать тухляк, нет. Так делать с парней умеют. Вся рыба развакуум, вся тухлая. К Новому году вам на стол. И друзья, вот недавно я делал опрос, пост в сообществе, во вкладке сообщества на моем канале YouTube. И вы написали, что у 90% людей будет просрочка на новогодних столах. Ну по сути так и есть. Все, кто не разбирается, вот купят такую тухлую рыбу. А потом Новый год на туалете. А еще хуже в инфекционке. Рыбка дышать захотела. Задыхается от тухлого запаха в спаре. Она уже желтая, друзья. Я не знаю, передает камера и нет под этим светом, но она желтая. Само собой, это тухлая рыба развакуум. Все, закончилась тележка у нас. Одна тележка минус. День добрый. На Дедушку Мороза вызвали полицию. Естественно, либо СОГ, либо участковый. Вы ППС, да? Да, да. Я понял. Все, сейчас участковый приеду. Хорошо. Просто вот Росгвардия сказала, что задерживать будут Дедушку Мороза. Я пытаюсь выяснить, все-таки, будут задерживать или нет. Сейчас буду задерживать. А, будете задерживать. Мы сначала хотим узнать, какие препензии к вам. Так, вот стоит представитель магазина, наверное. Пока, конечно, это БИБа, но, возможно, это представитель магазина, все-таки. Просто который не хочет представляться. Ладно, вы не хотите с Дедушкой Морозом общаться. Дедушка Мороз сегодня всех одарить хотел. Полицейский, хотите киндер-сюрприз? Нет, спасибо. Возьмите, Дедушка Мороз сегодня угощает всех. Что вы стесняетесь? Дедушка Мороз сегодня всех угощает, хороших полицейских. Тележка закончилась. Идем за следующей тележкой. Ой, Дед Мороз! Привет, детишки. Сейчас будут вам подарки. Подходите сюда, не стесняйтесь. Как-то тут снегурочка завязала очень сильно. Давайте мы вам поставим. Суйте руку. Суй, не бойся. Опа. Вытягивай. Твое. Молодцы. Спасибо. С наступающим Новым Годом вас. Субтитры сделал мне дедушку. Если хочешь, можешь поменять. Да. Давай, Дедушке Мороз этот. А сам суй еще раз ручку. Опять для девочки? Да. Давай еще, Дедушке Морозу. Еще раз суй. Опять? Вот. О, все, нашли. Спасибо. Пожалуйста, с наступающим вас, детишки. Ладно, пойдем к колбаске, друзья. Не будем терять время. Или к выпечке. Сначала к выпечке. Или ваши друзья, которые травят людей, все убрали уже. Ну, вот не отрицает. Дедушка Мороз пришел, сразу убирать все. Пытались, но не успели. Первую булочку я беру, и она просрочена. Ну, как так? Ну, первую Дедушка Мороз взял. Хотел детишкам на Новый Год праздник устроить, булочек набрать. Ну, ну как так? Вторая булочка Дедушка Мороз берет и так просрочена. Дедушка Мороз плакать уже хочет. 25-го трое суток. 25-ое, 26-ое, 27-ое. Сегодня 28-ое, друзья, у нас. Просрочена и вторая булочка. А свежие есть булочки для Дедушки Мороза? Тут вообще нечитаемо. Вот какая это цифра? Может, ты мне подскажешь? Это 28 или 26? 28-ое, ближе. 28-ое. А вот 26-ое вижу. Я могу помахать ручкой. Поздравляю всех с Новым Годом. 26-ое или 28? Нечитаемая маркировка. Тухляк. 72 часа 25-го. 72 часа. Сколько у нас, детишки? Правильно. Трое суток. 25-ое, 26-ое, 27-ое. А сегодня уже 28-ое. Грустно, Дедушке Морозу? Трое суток. А 24-го. И это просрочено. Ну, это просто наглость. Маркировку сняли, смотрите, чтобы не видно было, что тухляк. И в плесени хлебушек. А ваша бабушка купит на Новый Год. И вот сделает салатик с такого хлебушка. А потом все на туалете весь Новый Год просидят. Дед Мороз недоволен. Без маркировки. Без маркировки. Так еще и с плесенью. Вот что остается после визита Дедушки Мороза. Пустые прилавки. А Росгвардия уехала? Да. Вот так. Обещали задержать, а сами уехали. Смотрите. Обычно все дефростируют пончики, а они пошли дальше. И решили прямо замороженные их продавать. Само собой, рекомендации, как употреблять, пончики нет. Дед Мороз будет пробовать пончики в таком случае. Проверять органолептические свойства товара. Дедушке Морозу решили сломать все зубы. Да и не говорите, сами в шоке. А вот и супер приз. Вот незадача. Даже по их маркировке, вы посмотрите, срок годности нарезки 5 суток. От 20-го, 12-го. То есть даже по их маркировке с момента вскрытия упаковки товар просрочен. А они бы взяли вот так, отрезали кусочек и свежий предложили вам под видом свежего. Так, вот этот кусок сверху. Бумажка лежит. Какой? Какой схватил ты? Куда же вы у меня товар забираете, женщина? Куда вы у Дедушки Мороза товар-то забираете? Отдайте мне его обратно. Вот она, бумажка. Я сейчас не отрезала. Так, дайте посмотреть Дедушке Морозу с бумажкой. Пожалуйста. Посмотрим. Смешайте подряд. Вот годин до здесь вижу, а здесь не вижу. Что вижу, не вижу. Я вечером отрезала, вот бумажка. Дата изготовления где на сыре? Вот она. Да она здесь должна быть, и не вот она. Как она должна быть, я сняла ее. О, друзья, тяжелый случай. Видимо, персоналу спар вообще никто ничего не объясняет. Странно, странно. Я сняла сыр и отрезала кусочек. Мясный человек. Дата изготовления должна быть вот здесь. Вот здесь на маркировке, а не там. Дата изготовления должна быть вот здесь. На маркировке. С мусором обращаюсь как с мусором. Долблю, кусаю, ломаю. Потом, если надо, беру и оплачиваю. И делал возврат. Суповой набор из свинины. Информацию о продукте смотрите через терминал. Пойдем искать терминал. Так, вот так изготовления. Где? Ага, это ценник, мне кажется. Ценник, когда изготовления было. Была, да всплыла. Пойдем сейчас узнаем дату изготовления у терминала. Берет дедушка мороз, подойди сюда, сними. И что он видит? Ничего дедушка мороз не видит. Давайте еще раз, вот охранники за эти собрались, давайте еще раз покажем. Нет? Не интересно, потому что знаю, что тухлое все. О, появилось, смотрите что. Состав есть, энергетическая ценность есть. Только даты изготовления-то и нет. Курятинки захотел, да? Проверяю, свежая ли курятинка. Свежая. Ну, недоверие есть после двух тележек тухляка, вот сзади, стоящих. Смотрите, где здесь даты изготовления? Не более 48. А изготовлено-то когда? Упаковано 28. Это они упаковали сами, а изготовил производитель когда-то. А они скрывают эту информацию, чтобы вы кушали и не знали, свежий товар или нет. И это нарушение, и за это магазин получает штраф. Да, это точно. Как бы люди понимают, но все равно берут. Скрытая мука, непорядок, непорядок. Дедушка не одобряют. Смотрите, эту даже не заклеили. Эту хоть заклеили, попытались. А эту так прям поставили. Вот тоже открытая мука, которую они запаковали сами. А можете курочку-гриль взвесить? Всю мне. Со скидкой после 20.00. Так, а я говорю, мне всю, вообще всю на ужин себе хочу курочкой покушать. Одну-ка оставьте мне. Какую вам оставить? Вы скажите, я вам оставлю. Если вам так хочется. А я специально за ней пришел. Я бы, конечно, вам не советовал. Дедушка Мороз. Не уверен он в качестве курочки. Ну, вы же себе берете? Да, это я не себе. Это я для представителей Роспотребнадзора беру. А что, она плохая, да? А есть у вас маркировочка на нее? Когда она изготовлена? Ну, вот и ответ вам. Вот вам и ответ. Потому что у нее срок годности 3 часа. Готовят они с утра. Так что, вы запортовали, да? Я бы не рекомендовал, потому что это все некачественный тухлый товар, который сейчас будет списан. Вот, у нас две тележечки еще набралось тут, пока мы ходили. А так, ваше дело, я же не могу вас заставить или отговорить. Просто это моя рекомендация. Вот сотрудник магазина стоит, может он вам что-то скажет. Но мне кажется, он ничего не скажет сейчас, потому что они понимают, что они обосрались. Вот так, возможно, мы человеку спасли жизнь. О, детишки! Подходи сюда, девочка. Подходи. С Новым годом тебя! С праздником! Мы без вашей колбаски тухлой две тележки собрали. А вы дальше травите людей. Правильно, да. А где информацию узнать на мармелад? Заместитель директора. А заместитель директора поджала хвост и убегает. Вот такая заместитель директора. Не что предоставить информацию. Не хотят общаться с покупателем. Может, ты и Денис знаешь, где информацию-то найти на товарах? Нет. А вы можете кого-то из администрации позвать? Ну, дед, может подойти. Чтобы Дед Мороз не портил, возможно, хороший товар, лучше же администрацию пригласить. Дедушка Мороз уже старый. Можете заблуждаться. О, друзья, вы посмотрите-ка. Что тут я вижу? Ручкой написанные даты. Тем более нам нужна администрация, чтобы предоставила родные маркировки. И мы сравнили, не обманывают ли они нас. А то ручкой я много чего могу написать. Грустные Дедушки Мороза, не хотят с ним общаться. Вот так приходишь, даришь людям новогоднее настроение. Работникам с пара новогодние штрафы приносишь. Тухлые подарки под елку. Печенье хранится у них так красиво. Прямо на полу. И всем без разницы. Вы посмотрите, где сосиски в тесте хранятся. Само собой, без маркировки. Скоропорт, который должен храниться в холодильнике. Хранится просто на прилавке. Ну, хоть колбаску перемаркировывать успевают. Молодцы. Нет, не успевают. Естественно, срок реализации 12 часов прошел. Упаковано 26. А дату изготовления, мне кажется, кто-то оторвал. Вот здесь, по идее, должна быть дата изготовления. А здесь просто их маркировка с датой упаковки. Молодцы. Она уже в белом налете каком-то. Само собой, свежая. Тоже нет даты изготовления. Так еще и открытый кусок лежит на витрине. В период пандемии-то. Ай-яй-яй. Я ни на что не намекаю. Но вы посмотрите на цвет колбаски. Одна желтая, другая красная. Одна и та же колбаса, можете видеть. До одного и того же годно. Наружные, скорее всего, были условия хранения. По органолептическим свойствам товар некачественный. Ох, какая красота. Один плюс один. Сразу. Дату изготовления поищем, давайте. Негодяи оторвали, мне кажется, дату изготовления. Курочка желтого цвета. Не должна ли она быть в вакууме? Под вакуумом упакована. Вот это, по мнению магазина Spar Vacuum. Вы посмотрите, какой желтый тухлый цвет уже этой курицы. Вот такая колбаска красивая. Вы посмотрите. Упакована под вакуумом. А там воздух. И вот как это понимать. Ну и цвет такой, что даже, в принципе, не надо читать ничего. Уже понятно, что колбаса какая-то тухлая. Вот, видите, проблески нормального цвета колбасы. А вот все тухлое уже. Вы посмотрите. Вот я даже не смотрел сначала на срок годности. Просто смотрел на цвет. Я не знаю, видно на камере или нет. Сравните цвет. Одинаковые сосиски. Только эти 26-го, 12-го. А эти свежие. Ну и цвет соответствующий. Ну, то же самое. Вскрытая упаковочка. Информации никакой нет. Забираем. Ну, тут все сосиски такие. Смотрите просто, как упакованы. Сами берут и упаковывают. Удобно, когда срок годности заканчивается, как у тех сосисок. Просто, видимо, те не успели, а эти успели. А администратора-то позовете или не подойдет к нам никто? Все, брат. Что ждать-то? Я уже два часа практически здесь жду хожу. Сначала вашего тухлого администратора. Потом полицию жду. Фу, как тут воняет. Просто здесь вздох кто-то, не иначе. Курочку-то можете взвесить? Какую? Гриль вот эту. А то вот от нас убежали. Мы так и не дождались. Все, 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 что осталось здесь, да. Товарищи полицейские, вы чувствуете запах странный? Нет. Нет? А вот здесь сюда подойти не хотите? Нет. Не интересно понюхать? Запах чудесного магазина Spar. Я бы сюда тоже не подходил, если бы не надо было. У меня сейчас тошнит. Тошнит? Угу, воняет. Телефоны все друг друга передают, ходят. Тут да, тут да, тут да, все на телефонах. Это остальное могу, я там мой себе добавлю? Не, 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 давайте нам все. Я все возьму себе домой. Уберите сейчас прилавка. Я возьму все, я туда беру. Не, 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 мало ли кто купит, тогда продавайте нам все. Либо убирайте сейчас себе, забирайте, если хотите. Вы можете зарпаковать и оставить у себя. Все, я себе домой возьму. Не, 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 либо запакуйте и ставьте себе, либо нам продавайте. Два варианта. Я себе домой возьму. Тогда уберите это с прилавка, чтобы покупатель не мог купить. Я оттуда еще чат. Так уберите это с прилавка-то. Ну вы отказываетесь тоже обслуживать покупателя? Ну вот так. Тогда я говорю, либо уберите или продайте нам. Я покупатель, вижу ценник, хочу купить товар. Вы мне его не отдаете и не убираете себе его. Я уберу себе. Убирайте. Вы что, хотели? Да. Пять минуты? А, нет, тогда сначала нас. В смысле? Что-нибудь еще, я себе домой возьму. Пять ножек? Нет. Давай, нет. Я себе домой возьму. Салатить что-нибудь надо? Да, Кармен. Дедушки Морозу продавать не хотят, значит, у людей травить могут. Дату изготовления-то есть у вас на товар? А то вот я вижу, уважаемые покупатели, дату изготовления кулинарных изделий уточняете у продавца. А продавец не знает ничего. Вот зачем, спрашивается, нужны перчатки? Все равно продавец перчатка и салат накладывает, и на весах код сбивает. Все одной и той же перчаткой. И витрину открывает. Зачем они нужны, непонятно. Как же неадекватные. Дед Мороз защищает жизнь и здоровье граждан. Чем? Чем? Убирает некачественный товар с прилавки. Вот две тележки собрали. Да, неадекватные. Дед Мороз пытается спасти ваше здоровье. Ну, вам без разницы, если ваше дело. Кто-то заботится о своем здоровье. Кто-то не заботится о здоровье, о своем здоровье семьи. Я вот заботюсь о здоровье всех покупателей. Пытаюсь заботиться. А снимать зачем? А мы никого не снимаем. Мы фиксируем на видео. Да. А не подскажете? А вы знаете, когда дата изготовления плова хотя бы? Когда он изготовлен? Все в полу идет. Она ушла домой. Она знает все. А вы не знаете? То есть вы продаете, а даты изготовления у вас нет? Продавец. Все в полу идет. Я и говорю, вот так спара работает. Товаром торгуют. А даты изготовления на товар нет. И вот, что мы приобрели. Два детских кефира Крепыш. 8 плюс месяцев. Само собой, кефир просрочен. Сегодня у нас 28-е, 12-е. Третий товар был просрочен на полтора месяца. Но они его хотя бы не продали. А тут нормально. Такое можно продавать. На один день просрочено, значит можно. Но полтора месяца уже нельзя. Логично. С Новым годом, с наступающим. Ну и друзья, чтобы вы понимали, чтобы не думали, что Дед Мороз вас обманывает. 28-е, 12-е, 2020-е. Приобрели мы в 19-17. Это у нас парк по адресу город Тула, улица Пролетарская, дом 22-а. Торговый центр Рио. Позвоним еще раз, продублируем вызов. Сколько можно ждать? Полит, 7-й служба, да? Здравствуйте. Хотели бы вызвать участкового, продублировать вызов. А то уже 2 часа ждем, и никто не едет. Какое у вас сообщение? О возможном преступлении. Каком? Продажа просроченного детского питания. А, да. Просроченное товар или где? Что у вас там? Просроченное детское питание, да, некачественный товар. Плюс Дед Мороз тут дебоширит еще. Сейчас подъеду. Хорошо, ожидаем. Давайте пока ждем, приобретем еще что-нибудь. Не надо, выкладывайте на кассу. В смысле? Так я купить хочу. А вам все равно не пробьют. Почему? Дед Мороз готов оставить деньги спару. Вам это не пробьют. Не пробьют, не хотят помочь Дедушке Морозу. Отчислили всех детишек сладостями, накормить. Спару же кормит, для него же это привычно. Сорфей, укусание? Да не надо. Только товар утилизируется. Не надо, не надо. Но мы не сможем обладить извинения. Участковый приедет и потом списываете, утилизируете. Да, пожалуйста. Вы бы лучше пока просроченный другой товар убрали. Они со мной стояли. А то втроем стоите со мной, а просроченный товар до сих пор на полках лежит. А курочки в Уриль-то можно? На ней же все равно нет никакой информации. Наверное, свежая. Не хотят Дед Морозом общаться. Друзья, вы посмотрите, кто тут. Мини таракашки. Детки. В одной упаковке сразу 4 таракана. Но как так может быть? Если интересно, подходите. Не интересно, посмотрите, где тараканы. Вот, смотрите, маленькие. Это не тараканы. А кто это? Это, по-моему, эти, типа блошки, чтобы наподобие. А они могут быть товаривали? Да, могут. Могут продаваться такие? Нет, они не могут продаваться, но они могут завестись, потому что это еда. Это тараканы. А вот еще сверху засушенные, видите? А вот это, да, тараканы. Тараканы это все, засушенные прям. Друзья, вы посмотрите под этикеткой-то. Ну все, керды. Тараканы будем есть. Вот так вот новогодний стол у людей потом получается. А лябное мясо зато. Белок, опять же, согласен. Мы как-то здесь были, может, полгода назад. И видели, как здесь таракашка-то пробегала. Мы уже не первый раз в сети магазинов спар находим тараканов. Кто не видел видео, вот здесь по подсказке можете перейти, посмотреть, как мы пытались купить таракана. Вот сейчас опять хотим купить. Не продадите таракашку-то нам. Может, цена на них где-то есть, да я не знаю. Я б купил. Заплачу как за мясо. А они вон двигаются еще, смотрите. Они еще живы. Что, может, на кассе пока посмотрим, что тут лежит. Интересно. Срок годности 12 месяцев у жвачки. От 04.10.2020. Давайте другие посмотрим. И вот так вот. Вот и хоть раз. Смотрели вообще срок годности жвачки, друзья? Да нет, конечно, я и сам когда покупаю, не смотрю. А всего-то надо было извиниться перед Дедушкой Мороза и сказать, не доглядели, извините, все уберем. И все. И Дедушка Мороз был бы счастлив. А не устраивать этот цирк весь. Он киндер-сирп, ты есть? Где? Киндер, вон внизу, слева. Киди-баунсер. Подбросили, наверное, негодяи. Просроченные на полтора месяца киндер-т. Оп, как оператор внимательный. До 22-го, 11-го, 20-го, до 23-го, 12-го, 20-го, до 23-го, 12-го, 20-го, до 23-го, 12-го, 20-го. Три просроченных Марса. И они уже, как бы вам показать, какие они по органолептическим свойствам, так сказать. Но он уже каменный. Смотрите, девушка, вот я Марс скрыл, купить хочу, продадите? Нет. И еще просроченная жвачка Орбит. Главное, две нормальные, две просроченные. А может, вы нам подскажете, когда харибы-то изготовлены? Ирина. Ну, ответьте покупателям на обычный вопрос, когда харибы изготовлены? Мармелад жевательный. Вечерый славяк. Когда? 25-го. 25-го какого месяца? 12-го месяца. Это новый у нас товар, стойку недавно привезут. А можете показать, пожалуйста, родную маркировочку от производителя, чтобы Дед Мороз увидел? Почему? Не можете показывать или не можете показать? Разные две вещи. Я не могу вам показывать документы. А, вы маркировку родную не имеете права показать? Родные стикеры от производителя? Аспар продолжает пробивать дно грамотностью своих директоров, заместителей директоров. Я уже не знаю, кто это. Казалось бы, да, но вот куда ниже уже? Куда еще пробивать? А есть куда. Не имеют права маркировку покупателю показывать. С датой изготовления и сроком годности. А вы не хотите кексики с белком? Вы же покупателям предлагаете. Ирина. Да это вы мне мешаете. Жить нормально, без просрочки. Друзья, вот уже все закрывается, торговый центр закрывается. А мы все ждем участкового. Повезло сегодня работникам с пара. Я к ним пришел. Дедушка Мороз наведался. А самое, друзья, смешное. Помните, женщина, администратор говорила, что в 12-м месяце изготовлены харибы? А теперь давайте вспомним, что у них написано ручкой. Там был и третий месяц, и шестой месяц. Вот сейчас вы видите здесь ставку. А женщина нагло врет, говоря, что в 12-м месяце все изготовлено. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Я к вам, что уполномоченный удар сфотографа, который забрал Никита Юрьевич. Что случилось? Ну, хотел сначала узнать, есть ли у магазина ко мне претензии? Потому что изначально вообще они вызывали всех. Я думаю, что вряд ли. Тогда у нас вот некачественный просроченный товар случился. Ну, будем собрать материалы. И тараканы. И тараканы. Вот засушенные. Давайте как-то. А вот живые. Как желаете писать на руки? Если у вас есть протокол принятия устного заявления, то, конечно, желательно. У меня, конечно же, есть. Ну, друзья, это, конечно, стыд. Покупатели без масок в магазин не обслуживаются. Ну, на кассах уж можно было написать нормально. Ну, после тараканов меня ничего не удивляет. Датар, дар. Попрошу либо попросить отойти посторонних лиц при заполнении материалов. Личные данные сейчас буду разглашать свои. А, конечно, не могли бы кто посторонних. Вот мужчина. Либеративный. Ну, я понимаю, каждый человек просто не хочет, чтобы данные были слышны, в принципе, вполне. Отойти? Ну, как бы за чуть-чуть. А время. Сними, пожалуйста. Вот они, красавцы. Вот они. Все будем оставлять, соответственно. Все будете оставлять. Абсолютно все. Отлично. Тогда нам сейчас надо сделать возврат. Потому что это товар пока мой, чтобы это был товар магазина. И им уже ходить полицейские. Давайте я вам тоже праздничное настроение подарю. Нам запрещено принимать какие-либо подарки. И, к сожалению... Подарок нельзя, да? Нет. Нет. А как же праздничное чудо? Достаточно вашего хорошего слова. А можно мне заявление, бланк? Пустое? Конечно. Новый год же. Прошу выразить благодарность сотруднику полиции Реброву Никите Юрьевичу за грамотность, профессионализм и наличие всех качеств, которые должны быть настоящим полицейским. Служим Российской Федерации. Благодарим вас. Отознательность и гражданскую ответственность. Всего доброго. До свидания. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Помойка, по моему мнению, наказана. Я надеюсь, Роспотребнадзор примет меры. Потому что, ну, столько тараканов в товаре, ну, это никуда не годится. Тухлого товара вы видели, сколько мы собрали. Я, честно, в шоке. Мы, когда сюда ехали, мы даже не ожидали такого количества тухлого товара. Бибу и Бобу простим. Ладно. Новый год же. Время чудес. Думаю, они осознали свою ошибку и впредь будут общаться с покупателями, прежде чем применять к ним физическую силу. Я прав? Наверное. Наверное. А может, и не поняли ничего. Ну, да ладно. Новый год. Время чудес, как я уже сказал. Может, и они поймут. А может, и нет. Но я буду верить в чудо. Я буду верить в лучшее. Бабка. Ну, возможно, маразм. Тоже простим. И, друзья, важная информация для вас. Мы устраиваем новогодний конкурс. До 7 января присылайте мне фотографии найденной просрочки в магазинах своего города. И кто найдет больше всего просрочки, получит 5000 рублей от Дедушки Мороза. А тот, кто найдет самый тухлый товар с самым старым сроком годности, получит 1000 рублей. Дерзайте, друзья. И для вас приятная мотивация. И таким образом мы вместе с вами сможем избавить магазины от просрочки. Более подробная информация будет в описании к видео. Читайте внимательно, поскольку Дедушка Мороз дружит только с честными мальчиками и девочками. А на этом, друзья, Дедушка Мороз с вами прощается. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Думаю, 2021 год будет еще интереснее. Всех с наступающим Новым Годом, друзья. Вы у меня самые лучшие. Всего вам самого хорошего. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok